Я хотела бы начинать с того, что Диаспора попросила, вышли в Министерстве, я хотела бы Центр на поведение это подарю, как называется Диамыш, это МОС, это БАМ, и народ выбирая, и БАМ, и все ребята, которые Абхазо-Азикский найдешь, может, полезно будет послушать дальше. Так, смотрите. Они приселились в Турцию. Согласно преобладающему в науку мнению, численность ее составляет около 7-8 миллионов. Несмотря на то, что отдельные элементы этнической культуры Абхаза и Адига в Турции перетерпели в силе объективных исторических и прочих причин неизбежную трансформацию, и, несомненно, следует рассматривать как ведь во многом единой традиционной культуры. Музыкальный фольклор Абхазо-Адигской диаспоры в Турции долгое время развивалась в изоляцию от исторической родины, в контексте иноязычной культурной среды. В силу этого национальной культурной традиции, проживающей более полтора столетий вне исторической родины, подвергались определенной трансформации, вместе с тем сохранив ряд определенных элементов, утраченных их с отечественниками, проживающих на исторической родине. Результаты предпринятого исследования позволяют рассматривать традиционную культуру Абхазов и Адига в Турции как неотъемлемый част общей этнической культуры, в свою очередь обладающей определенными специфическими чертами и особенностями. Музыкальный фольклор по своей структуре явление сложное, неоднородное до сих пор и малоизученное. Современные проблемы инструментарии – это действительно один из важнейших вопросов при фольклористике. Описание инструментов в мире содержится в самых древних письменных памятниках. Еще в эпоху Средневековья и раннего возрождения делались такие попытки систематизировать инструменты согласно особенностями, исполняемой на них музыке. Традиционные музыкальные инструменты и инструментальная музыка представляют собой богатейший класс духовной культуры наших этносов, отражая его мировоззрение, национальное самосознание, ценностные ориентации социума. За свою многовековую историю Абхазии и Адигские народы именно они составляют огромный массив своих традиций. Об этом свидетельствует значительный пласт инструментальной тексти в обрядах и чрезвычайных развития в этой традиции танцевальной музыки. Народам выработаны характерные интонационные особенности, ритмические организации музыкального языка, дифференциации инструментальных темпров, ритмикостроенные мелодии Адигов, Абхазов, создали традиционные инструменты и тем самым зародил его музыкальный стиль. Сегодня, когда мы слушаем музыку адигские или абхазские, сразу мы можем определить, потому что там уже инструменты и стиль говорят о них. Образование XIX века адигской фольклористике дало определенные результаты исследования инструментальной культуры, прежде всего описание традиционного инструментария. Особенный интерес представляет описание хангерея о форме бытования инструментов. Новый этап изучения адигской абхазской инструментальной культуры на Кавказе наступает в 80-90-е годы XX века, когда к ее проблематике обращались историки, этномузыковеды, искусствоведы, музыкальные фольклористики, таких как Верткова, Левин, Мацельский, Тляхуч, Кагазежев, Хараева, Соколова, Гучева, Хашпа, Джанаши и многие другие. Исследования Шушабана на тему народных музыкальных инструментов акцентируются 11 инструментов, сегодня существуют среди абхазов, также в диаспоре. Если их причислять камыль, вид открытия продольной флейте, срын, вид свитковой продольной флейте, накра, духовный инструмент, пшено, язычковый, духовой инструмент типа гармошки, бжамей, муштучный, духовой инструмент, апопшена. Сегодня вы, если время останется, мы будем много фиксировать. Пшенотарка, ударный инструмент, шигепшена, смычковый, струнный инструмент, пшенокап, смычковый, струнный инструмент, шотрыб, ударный, мембранный инструмент, и пхачич, ударный, самозвучающий инструмент, вот то, что вы видите. У абхазов также есть акап-кап, у адибов пхачич. Конечно, здесь есть мои родные тоже, это все они прекрасно знают, но тем людям, которые не знают о нашей культуре музыкальной. Здесь я хочу особо отметить работа Барагунова, этномузыковеда, над трехтомником занимался, а адиксовое этномузыкознание получило достаточно серьезное развитие. Народные песни и инструментальный нагреш адигов написаны 1980-90-е годы. В данном издании содержится первое научное описание и нотная расшифровка не только вокальной и инструментальной музыки адигов, но и почти все формы и жанры музыкального фольклора. Я хотела немного остановиться. Наш ученый, который более ближе к современной времени, таких как Кагазежев, отметил в своей работе такие музыкальные инструменты, которые бытовали у адигов. Группа смычковые инструменты, ударные инструменты. Их я могу по народному языку озвучить. Например, Шиджа Пшина, я сказала, бжами, духовой инструмент, камыль, срын и другие инструменты. Также музыковед Соколова Алла рассматривает инструментальную культуру двумя параметрами. И она именно говорит об этом, о диаспоре, что диаспора также имеет инструментальную культуру двумя параметрами. Первое, вопрос классификации адигского инструментария. Второе, функционирование инструментальной культуры. Есть еще искусствовед Хараева, Фатима, описывает систематизацию традиционных музыкальных инструментов адигов, которые используются некоторых сегодня на Кавказе и за рубежом. Здесь надо отметить, что Хараева исследует инструментарий, собственно, у шапсугов и соотносится и общему адигскому реалю. Я на что хочу остановиться. Абхаза, адигская диаспора, как этнокультурная целостность, возникла в результате изгнания большей части в пределы Усманской империи. После столетней русско-кавказской войны. В связи с этим началось трудные времена, военно-политические события 1763-1864 год. И особенно в социально-политических и экономических условиях 19-20 века в Турции среди абхазов, адигов и другие народы Северного Кавказа перевели к исчезновению музыкальных инструментов и утрате некоторых обрядовых пластов. Важные факторы инструментальной практики в Турции влияют на изменение самого инструмента и изменение его использования в новой современной жизни. Сейчас имеют многого значения технические возможности инструмента и исполнительства. Я бы хотела больше внимания вот эти записи, которые можно вот там немного показать. Вы увидите, как исполняется на аккордеоне. Вот первый... Это... Тихо. Это абхазское село, где собирали люди, табал-балы. Вот танец, как бы мы называем, в носках. Вот снимает обувь и танцует. Вот здесь инструмент, музыкальный инструмент, доска, как у Адига уже есть, они сохранились. Есть пхатарка, аинхага называется по-абхазски. На нем играет 40-45 человек одновременно. Они берут палку, это специально сделано, после этого не бросают никуда, это собрано. И вот почти 6-7 часов может вот так без остановок танцевать, играть. Обычно у абхазов я как исследую, что это заключительный танец. Уже после этого начинается песнопение, здесь нету, называется аураща, как у нас в Учхурей. Вот, круговой танец, и вместе с этим они завершают этот вечер или поселка. Дальше можно, и сопровождают, вы здесь видите, доска и пшена. Мы говорим пшена, типа гармошка. И об этом, конечно, можно будет говорить. И вот второй, пожалуйста, вот этот инструмент, фабричный инструмент, как мы знаем, Хохнер, очень распространен в диаспоре, среди Абхаза-Вадига, практически не происходит ни одна свадьба или праздники без этого инструмента. Она уже на Кавказе появилась, как я думаю, как я читаю, и многие пишут, что 1850-е годы на Кавказе, затем уже после изгнания, приселения черкесов в Османскую империю и разбросаны по всему миру, они унесли с собой. Но это не, я так думаю, что, конечно, не чисто аддикские или абхазские инструменты, это уже полученные. У нас есть, можно остановить, есть, и многие считают, что вместо инструмента есть у нас... Абхаза-Вадига, извините, покажите онлайн-участника, они тоже хотят... Апа-Пшина, Апа-Палец, пальцем играет. И многие думают, вот среди Турции, Адиги, это значит Пшина, и называют его Пшина, Пханжан называет, но в самом деле Апа-Пшина сегодня, она есть у нас, есть мастера. Вот этот инструмент, например, я приобрезла у великолепного мастера, нету сейчас среди нас, вечная память ему, Ойбермана Владимир Ойбермана. Все его знают на Северном Кавказе. Я, наверное, в конце, если время будет, и... Не так легчезно. Хотела сказать, сегодня среди Абхазов-Вадигов сохранились 3, максимум 4, вот в данный момент, инструменты. Конечно, многие сейчас из Кавказа заказывают, приносят и пытаются играть. У нас есть сообщества в Турции, во всех городах, и Абхазы, Адигские сообщества, Кавказские сообщества, там открывают курсы, и они там обучаются. Много раз вот помогла работа у Наракова Рая, давно она как ездит и собирает, и именно нотный материал сегодня нам не хватает для партитуры, для всех инструментов. И поэтому сегодня можно считать, что Диаспора сохранила вот ударный инструмент Хачич, и есть такие виртуозные музыканты на этом инструменте. Кажется, это очень простой, но без этого тоже очень не проходит ни одна, ни один праздник. Затем идет вот Апапшина, я сказала. А духовые инструменты, к сожалению, в Турции не сохранились. Например, говорят «Срина», «Камыль». Вот играющие в данный момент, я не особо фиксировалась, то просто любительское вот это есть. И вместо этого, конечно, сейчас я тоже не против поставить современные инструменты. Но для камерных и симфонических оркестров, например, флейта. Да, вот сегодня в многих ансамблях и там, и здесь используется этот инструмент. Почему? Потому что по звучанию, по этому гармонии, она очень хорошо подходит, чем другой духовой инструмент. Например, кларметь. Я вообще не понимаю на наших вот танцевальных наигрышах. Она немного, извиняюсь, дает кислый звук. Вот это не наш, как бы, описывает нашу музыку. Я тоже постараюсь. Это вместо «Камыль» и «Срин». У нас были древние инструменты «Камыль». Были «Камыляпши». Они лечили даже людей. Вот обряд был «Чапш». И сегодня мною фиксировано три такие обряды, но в сценическом плане. Восстановили и играет там вместо «Камыль», то есть духовой инструмент у абхазов «Очерпэн». Она и есть. Это вот и здесь, и там фиксировано. И дальше, скажем, вот ударный инструмент. Пхачич. Шиджапшина еще я не имею, к сожалению. Сейчас в кадрах вы видите все инструменты. Вот следующий покажите. Три-четыре инструмента у нас реально сохранилось в диаспоре. Я буду причислять их. Наверное, третья это. А, нет, следующий, четвертый, пожалуйста, покажите. Это ансамбль. Здесь был прекрасно вам известно. Мастер сам, заслуженный артист Республики Абхазии, недавно стал. Это у нас в училище. Они мастер-класс показали. Вот все инструменты, которые вы видите сегодня. Альдикские музыкальные инструменты. Чуть-чуть громко можно сделать уже. Вы сами видите, что совместились современные инструменты с традиционными инструментами. Это как гармонично, как ты сделаешь. Это тогда очень, конечно, сладко и понятно будет. Да. Спасибо большое. А следующий, вот, третий, из диаспоры. Парень из Нанчика, но поет. Вот песни из диаспоры. «Мой мир» называется. Теперь они вот мне послали вот этот, чуть громче. Вот и песня пения сопровождаются инструментом. Ну, и чуть громче можно. Спасибо. 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 И мои бывшие, вот Адам Гутов, заведующим отделом было 12 лет, вот докторской диссертации Люда Джантемировна Кудаева нас учила. Спасибо ей, Мадина Паштова, огромное спасибо. Кого я близко знаю. И у Нарокова Рая, конечно, наша дива. Все среди нас и делается много. Мы просто изучаем, мы не знаем все. Мы должны друг друга помогать, дополнить. И хочу последнее, что отметить, что сегодня диаспора смотрит сюда. Они даже внутри иногда не замечают, какие они, что у них есть. Поэтому мы должны показать им, вот у них, что есть. Но главное, рано или поздно, чтобы они могли возвращаться в свою историческую родину. Вот это самое главное. Я, если позволите, время немного позветь, если мне поможет, чтобы хотя завершили не с этим. Я не против, но такая мелодия, чтобы я хотела бы послушать именно инструмент, как звучит. Конечно, я не лестер и обычно играли на этом инструменте пальцем, но у меня это не получится. Вы к трибуне подойдите, пожалуйста, чтобы видели вас. Каким образом? Вот сюда к трибуне. Да? Ну тогда я буду. Вот так? Вот так? Я уже повернула камеру. Вот так? Сюда-сюда не ходили. Неудобно, но стоя немного, это неудобно. Всё, 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 всё. Всё, всё, всё. Спасибо. Я хотела сказать, что, конечно, это всё любительское. Это, я бы хотела, конечно, полк парклёр, связанное с музыкой, естественно. Есть музыкальная парклёр. Сегодня это уже всё ясно, видно. Теперь хочу, чтобы это вышло из Турции. Вот я говорила об этом, сейчас приобрести многие современные инструменты совместные, как микс. Вот, сделаем вместе. Это очень даже хорошо сочетается. Теперь я хочу, без помощи других инструментов, но с тобой, сыграть танцевальные мелодии, афа, борт-карфа. И вот, как звучит инструмент вместе с традиционным инструментом хачич. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok